Приветствую, друзья! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Сегодня поговорим о прокрастинации, о том, почему люди откладывают дела на потом. То есть не делают их, когда они пришли, то есть когда есть что-то, что нужно сделать. А человек бывает часто, как бы, ну, потом и сделаю, позже, позже, позже. Я вот пронаблюдал за собой, за другими людьми, почему это происходит. И увидел такую вещь, что если у человека есть энергия, отклик, то есть у него есть желание это делать, то он будет это делать прямо и сейчас. А вот когда нет желания, то есть когда человек что-то вот, он думает, что да, это вроде бы как нужно сделать, или кто-то сказал, что это нужно сделать, но у него нет вот этого отклика, он это оставляет на позже. То есть у него как нет энергии, желания для того, чтобы это делать. И какой же выход от этого? Первоначально, конечно, это делать то, что вам нравится То есть в действительности, если вы чувствуете, что у вас есть вот этот отклик, желание Или вас пригласили, или вы почувствовали, что вам хочется это совершить То есть здесь это важно, это ваше То есть очень важно, если брать дизайн человека, применять свою стратегию авторитет И если вы действительно чувствуете, что это ваше То вот тогда вам важно начать и делать это То есть не оставлять это на потом Потому что потом этот отклик может пройти, пропасть И вы почувствуете какую-то такую, знаете, как фрустрацию, что они сделали чего-то То есть вы соответствуете и идете за своим откликом Ну это, конечно же, для тех людей, кто обладает сакральной энергией, то есть генераторов Самым важным еще моментом является то, что вы чувствуете, когда это происходит с вами То есть когда у вас есть эта энергия, то вы идете за ней И вы двигаетесь, двигаетесь и реализуете ее Если у вас нет энергии, ну вы можете просто сказать Да, у меня нет энергии, как бы я не буду этого делать, то есть мне это не нужно То есть важно быть чувствительным и честным с самим собой Если энергия есть, действуйте Энергии нету, не действуйте Потому что прокрастинация, она как бы как накапливается Как снежным комом Вы отложили одно, другое, третье И так оно накапливается очень много незавершенных циклов И потом приходится их один за другим завершать То есть завершили один, завершили второй, третий И опять же таки, то есть вы выбираете делать или не делать То есть ваше это или не ваше И тогда, когда вы можете сделать осознанный выбор То вы чувствуете оно или не оно Вы как бы учитесь определять, насколько это ваше уже в будущем То есть почувствовали ли вы желание это сделать или нет Потому что когда вы делаете, получается из-за того, что это нужно, как под нажимом То происходит именно вот это откладывание То есть вы как бы чувствуете, тело сопротивляется И вы чувствуете, нет, нет, я не хочу этого делать Но уму пытаетесь тело сказать Нет, это же нужно, это же вот очень важный момент И соответственно, что происходит То есть вы, появляется такая внутренняя разделенность То есть с одной стороны надо, а с другой стороны не хочу И появляется вот эта внутренняя разделенность И вы не можете почувствовать, делать это или не делать Нужно это или не нужно И вот такие вот происходят колебания То есть хочу, не хочу Появляется состояние, когда вы потом уже накопилось И вы начинаете сожалеть о том, что вы это не сделали Что, допустим, накопилось большое количество дел, которые вы отложили Вот, поэтому получается, что когда вы чувствуете себя То у вас вот этот процесс прокрастинации, откладывания не наступает Потому что вы четко сортируете, да Вот это, да, почувствовали Это мое, да, я это делаю Потом это чувствуете, это не мое Это просто решили То есть вы не то, чтобы откладываете Вы просто принимаете решение, что это я делать не буду То есть потому что бороться Ну, как часто люди говорят, как бороться с чем-то, да То есть тут бороться ни с чем не нужно Тут важно понять себя, какой вы Что ваше, а что нет И вот тогда вы начинаете сортировать То есть это я сделаю, это я не сделаю То есть у вас не накапливается вот это вот такое Что множество-множество вещей, которые не сделаны Вот я лично делаю именно так То есть сортировка, да Как вот люди сортируют, допустим, мусор, да Раскладывают его там, да То есть органику, да, там стекло, металл, пластик отдельно Тут все проще Да или нет, мое или не мое И вот тут важно повысить эту чувствительность То есть вы в процессе жизни учитесь это делать И самое важное, чтобы чувствительность повышалась Убирать негативные состояния, которые мешают почувствовать Да, то есть это негативные заряды, которые стоят между вами И тем, что вы хотите сделать Это как бы они мешают почувствовать Мое, не мое Хочу или не хочу И вот когда эти заряды убраны То вы можете легко принимать то, что происходит Да, и реализовывать это То есть у вас не возникает уже такого чувства Что я там, ну, не знаю, делать или нет Да, могу или не могу То есть вы почувствовали и сделали И вот эти заряды, они как раз и убираются с помощью процессинга То есть мы находим, да, в прошлом, да, в вашем уме Когда были, возможно, какие-то моменты, связанные с подавлением Да, которые, например, человека, бывает, заставляли что-то делать Когда он не хотел И при этом нарушалась его целостность То есть он не чувствовал, что ему дают возможность право выбора А когда у человека нарушено вот это право выбора Право свободы проявления себя Ему потом гораздо сложнее делать выбор То есть он уже не может его сделать осознанно И так как вот он мог бы, ну, как, когда он свободный Вот свобода выбора – это базовая потребность человека И когда у него есть эта свобода выбора Тогда он счастлив Он счастлив проявлять себя таким, какой он есть Потому что если у человека лишить его этого состояния счастья То, ну, соответственно, вы сами понимаете Наступает состояние подавленности И ему больше не хочется делать выбор То есть он начинает игнорировать многие вещи Просто отстраняться от них и уходить Давайте сделаем практику такую Как обычно Закройте глаза Погрузитесь в это состояние медитации И создайте пространство для сессии Ощутите себя в этом пространстве Своё тело в этом пространстве И почувствуйте вот в отношении тех вещей Да, вот самостроитесь с пространством И почувствуйте, кто вы Для начала почувствуйте, кто вы И почувствуйте, что ваше То есть что вы хотите делать с любовью, с радостью И что не ваше Вот в отношении чего вы чувствуете, что не хотите этого делать Это может быть просто Каких-то две вещи, в отношении которых вы точно знаете Что это ваше, а это нет Просто для того, чтобы почувствовать Чтобы вы научились отличать Какое чувство возникает у вас, когда это ваше И когда не ваше Вот И заполните эти чувства То есть когда ваше, а когда не ваше Потом вы сможете их применять в жизни И использовать во благо для себя То есть вы можете почувствовать Вот это вот моё, а это не моё И вы сможете очень легко определять Как действовать дальше То есть вы уже не будете задумчивостью бегать между этим и тем А вы будете осознанно применять То есть почувствовали О, вот это моё Это не моё Вот поэтому сейчас, когда вы почувствовали это Просто интегрируйте эти чувства в себя Чтобы вы знали, как отличать Моё или не моё И потом применяйте это в своей жизни Для того, чтобы легко отличать Что действительно относится к вашим желаниям А что можно не делать И вы тогда избавитесь от состояния Вот этого откладывания и прокрастинации Потому что будете брать именно в обработку Только те действия, которые ваши Которые вам нужны Вот Поэтому будьте осознаны в этом И, конечно же, если это видео было вам полезным, ценным То поставьте отметку «Нравится» Подпишитесь на мой канал Если вы ещё не являетесь подписчиком Добавляйтесь в друзья в соцсетях Все мои контакты указаны под этим видео И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями Я уверен, оно будет им полезно И они тоже смогут применять его для того, чтобы избавиться от прокрастинации И на этом, друзья, мы будем заканчивать Если вы захотите как-то поддержать канал То реквизиты указаны под этим видео в описании Также там указаны ссылки на мои книги Которые вы можете тоже прочитать «Полное исцеление и миры вечного познания» Они помогут вам лучше понять процесс счастья Который позволяет убрать заряды И понять о том, как создавать свои пространства И быть их хозяином На сегодня мы будем заканчивать Я вам желаю счастья, гармонии И посмотрите те видео, которые сейчас есть на вашем экране А мы увидимся совсем скоро в следующем видео До скорой встречи!